Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Тем временем бизнес пообещали не штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом предпринимателям объявили на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Но при этом добавили, что следовать рекомендациям по рассадке посетителей, ношению масок и другим мерам безопасности в интересах предпринимателей. Карается штрафами только нарушение СанПИН. Президент ВТП Андрей Усенко, комментируя пояснение чиновников, добавил, что в случае вспышки коронавируса в заведении его закроют на карантин. Тем временем представители Кировского общепита, которому теперь можно работать, недовольны условиями, при которых это можно делать. Например, еженедельные проверки поваров и официантов на антитела сделают работу нерентабельной. Экономика. На 101 АФМ. Далее информации от наших партнеров. Работа любого предприятия в Кировской области в условиях угрозы коронавируса влечет дополнительные обязательства по дезинфекции помещений. Важно, чтобы дезинфицирующие средства были нетоксичными, безвредными для дыхательных путей и не имели запаха. Такое средство, созданное, как рекомендует Роспотребнадзор на основе перекиси водорода, предлагает компания Химвей, официальный представитель белорусского производителя. Средство имеет доказанную вирулицидную активность, полностью биоразлагаемо, не содержит хлора, альдегидов, фенола и производных. Его можно использовать в пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в местах постоянного присутствия людей. Подробности и заказ на сайте himway.ru. О, himway, угрен, 119-43-500-131-86. Юридический адрес Киров, Карл Липник, Т67. Экономика. Но в завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 69,75, евро 79 рублей 4 копейки. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101-ФМ.